Из святого места, из вершины Елеонской горы, мы говорим мир вам, мы приветствуем вас, возлюбленные зрители, партнеры, сотрудники служения Импакт. Мы обещали вам, что у нас будут прекрасные репортажи с нашей поездки и то, что мы делали, держали обещания, мы исполняем сегодня. Спасибо вам, мы приветствуем вас в странах Латинской Америки, во всех штатах Центральной, Северной Америки и также в странах СНГ. Мы посылаем мир из вершины Елеонской горы. За нашими спинами вы видите прекрасную панораму, прекрасного города. И поэтому я не один сегодня, со мной благословенные служители, две благословенные пары. Это Юрий и Ирина Коноваловы, приветствуем вас. Приветствуем. Шалом. Очень рады, очень рады. Также благословенные служители, не менее благословенные Тюкаевы, Александр и Тамара, также приветствуем вас. Приветствуем и всем шалом из Святой Земли. Вы знаете, друзья, что женщины, они играли большую роль в жизни не только ветхозаветной истории. То есть они были активными участниками в служении израильского народа. А сегодня в служении церкви также, Ирина, вы несете благословенное служение в благословенном граде Днепропетровск, Украина. И многие из вас встречаются с этими служителями епископ, старший пастыр церкви Двери в небо, это пастырь Юра. Вы несете служение, Бог благословляет. Мы видим это на ваших программах на телеканале «Импакт». Ирина, скажите, пожалуйста, роль матери в жизни израильского народа. Ну, я хочу сказать, вы знаете, о тех женщинах, которые знают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Мы знаем, когда наш Господь Иисус, Он был на этой земле, то Он есть сто процентов, Он был сто процентов Бог и сто процентов человек. И Мария, мама, которая родила нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, то тот, кто знает Святое Писание, мы знаем, что она родила от Духа Святого. Но она понимала, что это был Сын Божий, но также, носив Его в утробе и родив на эту землю, она имела чувствование женщины. И вы знаете, когда она видела то, что сделал наш Господь Иисус Христос на кресте Колговском, я думаю, что ее сердце, оно очень сильно переживало и скорбело. Хотя она понимала, что Иисус Христос, Он исполнял волю Отца Небесного. Вы знаете, почему сердце матери, я думаю, те, которые женщины, может быть, что-то вы в своей жизни проходили, и это связано было с вашими детьми, то вы понимаете сердце матери, если это относительно ваших детей. Потому что в моей жизни очень сильно то, что происходило в моей жизни с нашим сыном Богданом, но это сейчас повернулось как великое свидетельство славы Божией, после того, когда Иисус вошел в нашу жизнь, в наше сердце, то я могу понять Марию как женщину, которая претерпела чисто человеческую, очень сильную боль, видя то, что делал наш Господь Иисус Христос, вися на кресте Колговском. Но слава Богу, что сила Божья, она помогла понять, что ее сын исполнял волю Божью. И на примере моем личном я просто благодарю Бога, знаете, мамы, которые еще, может быть, вы не знаете Бога лично. Во имя Иисуса Христа я просто молю и благодарю Господа, что, слушая, видя эту прекрасную передачу, попробуйте обратиться к Богу во имя Иисуса Христа, как однажды это было в моей жизни. Иисус пришел в мою жизнь, Он просто исцелил мое сердце, исцелил мою душу как сердце матери и вернул в жизни моего сына, который теперь служит Богу. И я просто знаю, что мамы, которые в Боге, мамы, которые знают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, мамы, которые доверяют жизнь своих детей Богу и просят, чтобы воля Божия свершилась в их жизни, поверьте, это просто самое лучшее, что может в нашей жизни, потому что Слово Божие говорит, что призванным Богом по его изволению будет все содействовать во благо. Поэтому, женщины, которые знают Бога, я благословляю вас и просто прошу Бога, чтобы еще больше этой веры, этой уверенности, как мамочек, была в вашей жизни по отношению ваших детей, может, которые пока еще не спасенные, но я знаю, что все возможно Богу и все возможно верующему в Него. Те, которые слушают, и вы включили эту замечательную передачу и слышите о Боге, это будет самое лучшее решение в вашей жизни, мамы, если вы посвятите свое сердце Богу и будете молиться за ваших детей. Поэтому очень хорошо быть женщиной Божьей, иметь сердце Божьей Матери в Иисусе Христе. Да благословит вас Господь! Матери и женщины и сестры, мы будем молиться с этого места так, как и обещали. Почему? Потому что из наших анализов, когда мы получаем из наших писем, с той корреспонденции, которую мы получаем уже годами, мы видим, что в основном материнское сердце по-особому, оно как-то чувствительно и болит относительно молодого поколения, относительно своих детей, относительно каких-то неустройств в семьях. То есть это почему-то, не знаю почему, но более ближе сердцу женскому, чем мужскому. Может из-за того, что мы более грубее, наверное, более, как говорят, более держим себя в руках, менее поддаемся эмоциональным всплескам, а вот это как-то оно по сердцу материнскому и женскому. И поэтому мы будем молиться о вас специальной молитвой, даже из категории тех писем, которые мы получили с вашими просьбами, чтобы с Ильонской горы совершить особую молитву за ваших детей. Мы будем это делать. Тамара, например, вопрос такой, я вам задам, друзья, роль, мы слышали роль матери, роль женщины же, скажем, то, что было в Ветхозаветной церкви, а сегодня в Новозаветной церкви. Как ты понимаешь, как ты чувствуешь, и есть ли особые какие-то переживания на фоне того, что мы сегодня находимся на Ильонской горе, прямо на святой земле? Ну, я думаю, одна из самых главных женщин, самых главных ролей именно в жизни женщины, это в жизни замужней женщины, это быть помощником мужу. И не хочется обидеть операторов наших, которые, телеканал «Импакт», которые по меру по роду службы приехали сюда без жен своих. Но очень часто замечается такая тенденция в славянском народе, что мужчины почему-то приезжают посетить Израиль сами. Поэтому мне хочется поощрить всех женщин, не посылайте своих мужей в Израиль самих, именно присоединяйтесь. Вот мы с мужем иногда ездим по миру, и я никогда еще не видела, чтобы мужчина поехал сам в Хавайи или поехал сам в Мексику, например. Все-таки мы не отправляем своих мужей отдыхать самим, поэтому мне хочется поощрить всех женщин, приезжайте в Израиль, есть вот что-то, вот всегда славя, или как благословенно считалось молитвом с возложением рук. И вот вчера мы посетили стену плача, вот от которой несколько километров, наверное, на фоне которой мы находимся. И есть что-то в этом благословенное, когда вот с возложением рук молились мы у стены плача. И просто я хотела поощрить женщин. Мы часто сами себя ограничиваем. Христос принес эмансипацию в жизни женщины. Очень видится черта около стены плача снова же, когда существует мужская сторона и женская сторона. Но в Христе мы и равны. Христос именно, вот когда разорвалась пелена в храме, в то же время, завеса в храме, в то же время пришло освобождение женщины. Вот когда мы можем просто так подойти к престолу вместе с нашими мужьями, нас не разделяют, вот как в синагогах, мужская сторона и женская сторона. Мы, женщины, часто себя ограничиваем. Женщины, есть жизнь снаружи наших кухонь, есть еще жизнь вне наших моллах, в шаппинг-центрах. Поэтому давайте немножко будем смотреть глобальнее просто. Здорово. Алекс, у вас трое прекрасных сыновей, которые уже возросшие, которые уже, некоторые, наверное, прошли процесс становления, некоторые на пути к этому, на пути. Например, вот как вы видите, насколько приемлемо и по сердцу, то, что нам по сердцу, если мы говорим за Иерусалим, если мы говорим за Святую Землю, если мы благословляем Израиль, во свете современных фейсбуков, инстаграмов, твиттеров и прочее, во свете социальных современных, насколько часто и много прослеживается на этих личных страницах тинейджеров и подрастающего поколения, то, что нам близко. Ну, я не скажу, что, наверное, на инстаграмах и на фейсбуках моих сыновей, или волс там у них эти есть, прослеживается, что они так мечтают прямо говорить о этих вот местах, в которых мы находимся. Но в личных беседах с сыновьями мои, сыновья, просто каждый мечтает побывать здесь, на этой земле. И я считаю, что это история, это наша история. Хоть мы живем в Новом Завете, это наша история. Иисус Христос был на этом месте. И, естественно, мы должны поощрять наших детей, чтобы они также окунались в историю, также приобщались к истории. И считаю, что мы должны привозить наших детей сюда, чтобы они ближе принимали вот эту реальность, в которой мы сегодня находимся. На самом деле здесь реальность, если мы сюда попадаем, реальность ощущается. Хоть, как мы говорили, мы не обожествляем, мы не превозносим что-то здесь, что-то особое. Мы говорим о том, что это как историю уже нельзя отменить. Это как история наша. И мы должны поощрять наших детей, чтобы они приезжали, привозить их сюда. Если мы их везем, мы поощряем куда-то ехать, я не знаю, отдыхать где-то. Я всегда всем сейчас говорю, о том, что, будучи получившим, наверное, откровение, стоя около гроба Господня, как я уже говорил, стоя около гроба Господня, я получил откровение, что мы должны, я лично, принял это как откровение от Господа, молиться за эту страну. Я прочитал 62 главу Исаии, и Господь конкретно проговорил, не умолкну ради Иссиона, ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет праведность, правда его. Вот сейчас мы слышим на фоне, на бэкграунде, вот сзади нас вопли раздаются, ну, естественно, это совершается молитва мусульман, там, я не знаю, кто у них там, имама, да, который воспевает сейчас, о чем он воспевает, мы воспеваем нашего Господа, царя славы, который пришел на эту землю, который стал нашим спасителем, и мы сегодня ради него на этой земле, и мы будем возвещать его славу, я буду возвещать славу Господа, и сыновья мои, и дети мои, и мои все три сына, они будут возвещать славу Господа, и мы будем провозглашать его, будем распространять Божию славу, я об этом молюсь, я в жизни моих сыновей вкладываю, естественно, я их привезу сюда, пускай они окунутся в эту реальность, и мы молимся, и мы будем благословлять народ израильский, благословлять эту землю, потому что благословляющий Израиль будет благословен. Амин. Я думаю, ответственность все-таки лежит на родителях, поднимать эту тему, потому что, как уже Саша сказал, мир не молчит. И я думаю, что, естественно, в христианстве никто не выступает против Израиля. Но я думаю, тоже, если мы молчим и не говорим об Израиле, это уже нам поставится как бы в упрек, потому что молчание – это тот же грех, это все равно, что если бы мы наговаривали на Израиль. Поэтому, как уже сказали, у нас трое детей, и просто ответственность, мы чувствуем на себе ответственность, как родители, что нужно просто, как в Старом Завете было написано, что нужно передать детям своим. Естественно, это Бог имел в виду, что нужно передать закон. Но в Израильском закон был построен в Израиле, именно, или традиции были построены на законе, на Божьем слове. Поэтому с той же передачей, в то же время, когда мы передаем нашим детям закон Божий, мы передаем любовь к Израилю. Это здорово. Видите, какие откровения приходят на вершине Ильонской горы. И это именно то место, друзья, где станут написаны ноги нашего Господа Иисуса Христа при Его Втором пришествии. И именно это место, эта гора, вершина горы написана, она раздвоится. И что будет дальше, пастор Юрий? Тяжело сказать, потому что Библия говорит, что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Но в Ветхом Завете именно пророк Захария это сказал, что когда Господь придет, его ноги опять вернутся на то место, откуда Он был вознесен в славу Небесного Отца. Поэтому мы ожидаем Его Второе пришествие. И я думаю, что, знаете, вот по примеру сюда, когда мы читаем Новый Завет, мы можем увидеть, что Иисус дважды торжественно входил в Иерусалим. В начале своего служения, если смотреть как бы хронологию событий, и в самом конце. Первый раз, когда Он вошел, Он направился, первый и второй раз, Он направился в храм. Потому что Он не пошел в мэрию, не пошел к губернатору разбираться о каких-то суетных земных проблемах. Он направился в храм. Потому что то, что Он увидел в храме, Его очень сильно, ну как бы, впечатлило, потрясло в негативном понимании этих вещей. Первый раз Он назвал место, где Его дом отца вертепом разбойников. Второй раз Он сказал, это дом торговли. Почему? Потому что именно вот та атмосфера и все те события, которые происходили на тот момент в Иерусалимском храме, они были мерзки в глазах Бога. Дом молитвы для всех народов, дом моего отца, вы сделали вертепом разбойников. То есть, когда Господь придет третий раз, и это уже будет Его финальный визит на эту землю, потому что Библия говорит, что первый раз Он пришел умереть за грехи людей, но второй раз Он придет праведно судить человечество, праведно судить всех, кто знал Евангелие и отказался, или принял, то я думаю, что вот этот вот момент истины настанет, что люди думали относительно Его, Его жертвы и Израиля, Израиля, потому что Бог никогда не разделял себя с Израилем. Он говорит, это мой народ, который я избрал для славы своей, я покажу на нем свои знамения, свою славу. И вот любовь или отношение к Израилю тоже очень важно в контексте священного писания, потому что, к сожалению, в сердцах многих, я не знаю, как насчет других наций, но славянских народов, у нас где-то подсознательно есть этот дух антисемитизма, который нужно искоренять. Все эти анекдоты, знаете, смешные про Израиль, какие-то подковырки, еще какие-то вещи, они, знаете, говорят о том, что, к сожалению, нам многим христианам даже надо отречься от этого антисемитизма духа и по-настоящему попросить у Бога любви к Израилю, потому что Господь так определил любящих меня, заботящихся о семени моем, я благословлю. Бытие 12 глава, духовный закон, о котором мы говорили. Пастор, действительно, потому что практически израильский народ подарил нам Господа и Спасителя. Израильский народ принес нам величайшее из, как мы говорим, джудея учений, иудейское учение, которое легло в своей основе практически во все фундаментальные политикообразующие системы всего мира. Вот мы знаем, что весь цивилизованный западный мир, включая европейскую часть ее и американскую, она имеет в своих корнях и в подспоре своем, она фундаментом держит то, что было основано иудеями, то, в принципе, того закона, морально-нравственного устоя, который по сегодняшний момент, он играет основную роль практически во всех взаимоотношениях западного мира. То есть практически наш Мессия – это еврей. Наш Господь – это еврей. И сохрани нас Господь от любого проявления антисемитизма, как вы верно подметили. Поэтому, друзья мои, вот это на наших глазах мы видим чудо восстановления, которое берет свое начало с 48-го года прошлого столетия. Чудо восстановления, возрождения израильского народа. На сегодняшний момент я узнал буквально недавно, считая все время по статистике, что здесь 6 миллионов человек. Оказалось, что здесь уже не 6 миллионов живущих. Алекс Чернецкий мне подсказал, что уже свыше 8 миллионов. За короткое время, за последние 5-7 лет, свыше миллионов ехало израильтян, собираемые со всех уголков земного шара. Разве это не чудо-чудо? Разве это не исполнение пророчеств? Исполнение. Разве за этим Бог не стоит? Стоит. И только кто-то несмышленыш какой-нибудь, какой-то невежественный человек, недалекого ума человек может смеяться над этим и как-то закрывать глаза и говорить, это все такое какое-то непонятное, это все традиция, религия и предание старцев. Нет, друзья, это все реально. И когда находясь здесь, ты чувствуешь, находясь, как будто ты находишься на острие событий, совершаемых у тебя на глазах. Вот когда мы говорили о тех чувствованиях и переживаниях, которые мы, в принципе, в Боге везде имеем, на каждом месте, в каждой стране, в каждом городе, в каждой церкви, куда нас призвал и избрал Господь. Но сегодня очень много говорилось о том, что здесь действительно, на этой земле, где именно здесь свершил волю Божию наш Господь и Спаситель Иисус Христос, особое чувствование, переживание. И когда вот служители Божьи говорили, знаете, мне в сердце просто сказать женщинам, которые смотрят передачу, что, может быть, тебя на сегодняшний день не понимают даже самые родные и близкие люди, которые, в принципе, могут быть неплохие в твоей жизни, но есть тот, который может исцелить всякую боль, есть тот, который может помочь просто сделать то, что не сможет сделать человек. Есть тот, которого имя превыше всех имен. Это наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И я хочу просто, я чувствую, знаете, в сердце, я верю в этот Дух Святой, что есть женщина, которая молится за спасение своего мужа. Я просто хочу ободрить вас и сказать, чтобы вы продолжали великому Богу Израиля во имя Иисуса Христа, во имя Ишуа Машиах продолжать молиться и верить, доверять Богу, и Бог свершит. Просто это то, что было в моей жизни, это как свидетельство славы Божией. Когда мы пришли к Богу, я пришла, ну, по милости Божией первая и молилась за своего мужа и просила, чтобы Иисус прикоснулся к его сердцу и как минимум спас, и чтобы он, ну, получив свободу от греха, просто жил и славил, и служил Богу. Но вы знаете, наш Бог, Он может сделать несравненно больше, о чем мы думаем, просим, помышляем. И просто во имя Иисуса Христа, моего мужа, не только Бог спас, это просто чудо Божие, не только освободил от греха, но это просто благословенный служитель, это благословенный пастырь, благословенный муж. И это не просто красивые слова, он есть еще благословенный отец, благословенный дедушка, и мы верим в обетование Божие, что будем жить, очень долго жить и возвращать дела Божьи, еще увидим и правнуков. Поэтому я прошу Бога и молю, и благодарю, что Он также сейчас утешает ваше сердце, прикасается Духом Божиим, и что Бог в силе спасти ваш дом и род, и спасти вашего мужа, дорогая женщина, ваших детей, и исполнится еще обетование не только спасения Божьего, но и то, что Бог говорит, что будем служить, как вот наши дети, о которых мы говорили, о которых мы молимся, они служат Богу. И Бог так обещал, что будет великий мир у сыновей и дочерей до тысячи родов. Поэтому не отчаивайтесь, продолжайте уповать на Господа, и уповающие на Господа не будут посыжены, и да поможет и благословит вас Господь во имя Христа Христа. Творить чудеса и сегодня. А сегодня мы можем добавить, это Бог Ивана, Степана и Демьяна. Это Бог Марии, Марфы, это Бог Ирины, Тани, Татьяны, во имя Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что меня впечатляет в этой благословенной молодой чете? То, что они, как говорят, они так и живут. Они как говорят, так... Меня тронуло вчера, что произошло, мы проходили по одной из оживленных иерусалимских улиц, и тут нам еврей хотел что-то продать. Он подскочил к нам, он воодушевился тем, что он русскую речь родную услышал. И кончилось это тем, что вот эта благословенная служитель, благословенная сестра, она кончилась тем, что она начала его благословлять. Она начала говорить о том, что есть другой путь, о том, что есть Господь Иисус Христос. То есть это здорово, это прекрасный пример для подражания. А вот вы не спрашивали, Ирина, сколько это стоит, или... То есть вас мало интересовало, что какую-то игрушку он хочет нам втюрить, продать. Вас больше интересовала его душа. И это здорово. И я вам скажу, я неоднократно за вами замечал это. Бог да благослови. Я вас попрошу в конце этой программы, вы именно и совершите молитву за матерей, за жен, за сестер, за дочерей. То есть это будет ваша специальная молитва, это будет о вас, друзья. И я приглашу Александра Блинова. А ну-ка, сядь, пожалуйста, ближе. А также я приглашу пастыря Евчика Петра. По статистике, это место является центром наибольшего паломничества всех. Ну, за исключением там, где Гефсимания и храм, то есть не храм, а гроб нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому на это место миллионы приезжают, приходят, интересуются, отсюда молятся, здесь поют еврейские, христианские песни. Чем знаменита эта гора? Во-первых, я приветствую всех вас, друзья. Эта гора, она особо, присутствуя здесь, на этой горе, можно многое вспоминать, можно многое говорить. Но одно из тех событий, о чем стоило бы сказать сегодня, именно сегодня, потому что именно здесь наш Господь Иисус сказал о признаках последнего времени. Есть много мнений, есть много высказываний. политики высказывают свои мнения, аналитики приводят свои факты, но именно здесь, на этой горе, Иисус сказал о признаках последнего времени. И то, что мы видим, что происходит вокруг нас сегодня, на уровне всего мира, на уровне всей планеты Земля, именно здесь были сказаны слова нашего Господа. Поэтому это место, оно привлекает. Это место, оно освящено, и оно благословенно нашим Господом. Еще есть несколько важных моментов, которые стоило бы сказать сегодня, именно сегодня. Мы помним, что когда Иисус Христос закончил свой жизненный путь, или закончил свою миссию здесь, на этой земле, Он направлялся в Иерусалим. Именно с гори Иллионской Он направлялся, и мы представляем, конечно, все поменялось, может быть, рельеф земли, горы поменялся немножко. 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 Есть определенные перестановки, но мы понимаем и верим, что именно здесь происходили эти события. И именно спускаясь с этой горы к Иерусалиму, смотря на Иерусалим, он заплакал. Было непонятно ученикам, было непонятно людям, которые радовались, почему он плакал, но он видел немножко больше и немножко глубже, что происходит внутри Иерусалима. И сегодня очень важно тоже понимать и осознавать, переходя на духовную сторону, какова реакция нашего Господа Иисуса Христа, когда Он смотрит на наше сердце, когда Он смотрит на нашу жизнь. И еще важный момент, тоже уже было сказано сегодня. Именно здесь, именно в этой местности мы понимаем, все начиналось отсюда. Все начиналось. Основные события, основные пророчества, высказывания нашего Господа были сделаны именно здесь. Поэтому это неудивительно, почему всех привлекает Иерусалим, всех привлекает Израиль. И сегодня было уже сказано, что придет момент, придет время, когда Его ноги обратно ступят на эту землю. И придет время исполнения. Хотим мы в это верить или не хотим? Мы можем высказывать другие прогнозы и другие политические высказывания. Но мы верим, что Иисус Христос, придя на землю, Он внесет серьезную коррективу в жизнь всех живущих на планете Земля. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы помнили об этом, верили в это и хранили себя правильно, уповая на нашего Господа Иисуса Христа, веря в Его Слово и в Ее обетование, Его обетование. Еще важный момент. Сегодня очень трудное время во многих регионах планеты Земля. Но Иисус Христос, когда Он говорил пророческое Слово, когда Он говорил наставление, Он давал напутствие, как мы должны реагировать на события, которые происходят сегодня. Сегодня люди по-разному реагируют на события, которые происходят на уровне всей планеты Земля. Начинают истолковывать, прогнозировать, обвинять один другого, на политическом уровне делать заявления. Но мы, как христиане, должны правильно реагировать и понимать, что приходит время нашего избавления, Господь градет, время последнее, и пускай Бог благословит всех нас. И что интересно, что эта земля, где мы сегодня находимся, и территория Израиля, она ограничена настолько небольшим пространством, 130 километров на 300, почти 290 километров. Это ничтожно мало по географии. Но именно к этой территории приковано внимание и взоры всего человечества, что очень интересно. И по географии арабский мир владеет Ближним Востоком. 99,99,99 процент, 99 процентов и 9 десятых процентов территории принадлежит арабам. И только лишь одна десятая территория принадлежит еврейскому народу. Ближним Востоком владеет 21 арабская страна. 21 страна владеет территориями и странами Ближнего Востока. Миллионы, насчитывая в себе миллионы, людей, и только лишь маленькая часть, это точка на географической карте, это какой-то маленький размер зерна на земном шаре, это территория Израиля. И что делает дьявол? Ему, видите ли, мало, миллионы и миллионы, сотни миллионов гектаров вокруг, ему мало. То есть ему мало владениями, имея владениями 20 стран, которые имеют и нефть, имеют и газ, имеют и другие природные ресурсы. Ему, видите ли, мало. Он хочет еще уничтожить вот эту одну десятую. Почему? Он прекрасно знает, что здесь начиналась история человечества, вселенная зарождалась здесь. Говорят историки, ну и богословы, ну и те, которые Тору исследуют, что за моей спиной, вот там под центр вселенной, находится под тем местом, где сейчас купол вот этот золотой, там находится центр вселенной, ну так они учат всех. И дьявол знает, что центр вселенной здесь. Здесь началась история человечества, на этом месте было зарождено то, что названо Церковь Иисуса Христа. Это та категория людей, которая была создана и призвана создать невесту Иисуса Христа, которая будет править и будет разделять Его престол миллионы и миллионы и миллиарды лет бесконечно. И дьявол это прекрасно знает, что здесь это было зарождено. Дьявол прекрасно знает и видел, и он очевидец и свидетель того, что здесь было совершено то, что названо преступлением против Бога. То есть грех распял, грех убил не человека, не просто человека, но самого Бога, то есть грех убил, распял на кресте Иисуса Христа, распял. Это человеческий грех. И это, дьявол знает, что это было его наследие, это его производная. Производная греха, производная греха от дьявола идет. Он источник греха, он центр греха, он родитель греха. Все, что связано с грехом, с ложью, с неправдой, с нечистотой, это он. И поэтому он прекрасно знает, что здесь было остановлено пагуба, разложение и уничтожение человека грехом на кресте Голгофы. И он знает, что на это место снова возвратится Иисус Христос с числом искупленных его святой кровью, то, что названо церковью. И поэтому из-за этого он хочет уничтожить это место, уничтожить эту территорию. Такие откровения, друзья, мы получаем со служителями. Возлюбленный служитель вместе с нами, партнер нашего служения, благословенный муж Божий. Александр Блинов, я задам тебе вопрос, какие откровения сегодня ты получал в ночных, может, видениях, может, что-то Господь утром учил. Ангел Божий тебя не толкнул, как Петра некогда в бедро твое. Пожалуйста, Алекс. Сегодня не толкнул. Ну, вообще, меня впечатляет одна такая вещь. Я прочитаю от Свидуа. Это Второе Царство, 15 глава. Тут история описана о том, как Давид, который бежал от своего сына Авесолома, скрывался, пока тот Авесолом вступал в Иерусалим. И тут два стишка буквально, 30-й и 32-й стишок. Куда Давид бежал? А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали. И 32-й стих. Когда Давид взошел на вершину горы, вот этой же самой горы, Елеонской, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хуся Архитянин и так далее. Получается, Давид фактически взошел на вот эту гору, тогда множество, две с половиной, ну, две восемьсот, наверное, две тысячи восемьсот лет назад, вершина горы, вот тут, сзади этой видеокамеры, он там, он зашел на эту вершину горы, и написано, где он поклонялся Богу. 300-й стих. Где он поклонялся Богу? Это было место поклонения Богу. И вот какую картину я вдруг увидел, да, увидел ее сейчас, увидел ее чуть раньше. Меня впечатляет вот этот весь вид с этой горы Елеонской. Открывая Псалом Давида, открывая Псалом Давида, 102-й Псалом, я думаю, он также самовдохновит, должен вдохновить каждого ищего Бога человека. 102-й Псалом, Псалом Давида, 11-й стих, даже с 10-го начну. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. То есть я хочу взять упор, это гора Елеонская, где обычно поклонялся Давид Богу, ища лица Божьего, где он, сидя на вот этом месте, вот этой горы Елеонской на вершине, он видел тот же самый вид, что видим мы сейчас. И вот получается, он говорит, ибо как высоко небо над землей, он видел этот вид. Так велика милость Господа к боящимся его. Что это значит? Как высоко вот небо, небо вот этой земли, ну, получается, я тону в Божьей милости. Ее здесь настолько сильно... Ее много везде. Ее много во всех штатах, в стране Украины, России, везде ее много. Но с этого места, вот как-то по-особому, знаете, как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его. Как далеко восток от запада, и я вдруг остановившись, посмотрел, думаю, боже, он же на самом деле далеко, он везде далеко. Но здесь как-то просветило. Восток от запада, его нереально соединить. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его. Получается, велика милость Бога к тем, кто его ищет. И вот еще один момент. 18-й псалом. 18-й псалом и тоже псалом Давида. Тоже псалом того же самого Давида, который тоже здесь же поклонялся. Он говорит во втором стишке. Небеса проповедуют славу его, и о делах рук его вещает твердь. И вот смотря с этого места поклонения Богу, где Давид искал очень сильно лица Божьего, от небеса проповедуют Божью славу. Какая она Божья слава? Знаете, небеса написано, что не только передают, только говорят об этой Божьей славе. Божья слава намного грандиознее и величественнее, чем может ее проповедник передать. То есть он пытается, в данном случае проповедник – это небеса. Они пытаются передать эту Божью славу. И посмотрите, какие эти небеса. Они такие мягкие, такие величественные, такие негрубые, такие не страшные, такие привлекающие. Вопрос, который им, или мысль, которая меня просто вдохновляет. Если небеса, они такие привлекающие, небеса, которые сотворил Бог, и Слово Божье говорит, что они проповедуют о Божьей славе, то какая же привлекательная Божья слава сама по себе? Она же весьма привлекательная для каждого ищущего Бога человека. Грешен, не грешен. У Давида грехов тоже не было достаточно. Он там немало, Псалмах говорит, от беззаконий моих очисти меня, избавь меня, сердце чисто сотвори во мне, дух правый обнови внутри меня. Давид же говорил о себе, не о своих каких-то ближних. Он видел, что ему тоже нужно Божье прикосновение, которое избавлять. Но тот самый момент, тот самый Давид, смотря на все это, Бог ему давал показать. Бог, который нелицеприятный, который так же само с Давидом, так же само со мной, так же само с вами, так же само со всеми слушающими. Одинаковый Бог. Если Он давал видеть это Давиду, Он даёт, да хочет, чтобы увидели это и мы. Если эти небеса настолько привлекательны к Давиду были, показывая Божья слава, что она весьма привлекательна к человеку, и она не отталкивает человека, она хочет человека к себе. Каким бы ни был бы человек, то так же само оно и к нам это, как было Давиду. Дальше написано, и о делах и рук его вещает верть. Весьма красивая местность, весьма красиво. Смотришь, насколько я от вас слышал, в принципе, день или два назад, что здесь было намного, а, когда мы въезжали в Иерусалим, два дня назад, что здесь было намного красивее, когда Бог давал эту землю обетованную своему народу. То есть сейчас это как бы отголоски такие вот, ну как оно было. Может быть, оно будет здесь намного лучше в будущем. Не знаю. И расцветёт, написано. И расцветёт. Но на тот момент это было намного грандиознее и величественнее. Земля обетованная, полная молока и мёда, получается, о делах рук его вещает твердь. Получается, смотря на всю эту красоту глазами теми, что видел Давид 2000, там почти 3000 лет назад, да, смотря на всю эту красоту, он понимал, ну Бог ему давал понять, что если дела, если руки Божьи способны сотворить были такую величественную красоту, то насколько Бог благ человеку. Насколько Бог благ человеку. Насколько он, ну, ну, не тот, который будет ломать, разбивать до самого конца, лён курящийся, обламывать, да, но тот, который заинтересованный восстановить и сделать это таким красивым, похучим таким, ну, жизнерадостным, таким, помните, такой один из псалмов, вот сейчас не пришёл на память, мы поём его в наших церквях временами, один из старых псалмов, «Сила Божья животворная». Для меня это было откровением, оказывается, сила Божья, она животворит, она животворит, она животворит реально. То пусть Бог даст каждому просто ищущему Бога увидеть на самом деле, какова Божья слава к человеку, каков сам Бог, какие Его руки, каково Его сердце, какое оно расположено к человеку, чтобы мы просто не убегали от этого Бога, а мы бежали к Нему, даже будучи грязными, даже будучи, ну, понимая, что мы недостойны Его, ну, ведь мы делаемся достойными Богу не своей самоправедностью, но Бог нас делает достойными своим присутствием, Бог нас сделал достойными кровью Иисуса Христа, правильно же? Бог нас сделал достойными просто потому, что Он захотел нас сделать достойными, восхотев, родил нас, восхотев, не просто вот, это какое-то, как, вот, ну, какое-то вот бремя такое наложило на себя, я должен их родить, Он восхотел, восхотел приблизить человека к себе, пусть вас Бог благословит всеми этими обетованиями Божьими. Ну, красавище, друзья, видите, я вам так скажу, это мы возгреваем аппетит у вас, и если следующая поездка будет с импактом, знаю, что вы не просто поедете с нами, вы в очереди будете стоять и будете молить и умолять, чтобы взять вас на список, поэтому спасибо, спасибо, а ты не уходи, пока находись здесь, видите, вот такие откровения Бог дает, вот если ты хочешь получить свежее откровение, свежий хлеб заполучить, духовный, вот здесь это, наверное, ты здесь это получил? В прогуру или нет? Ну, я знаю, я знаю, я знаю, Алекс, Алекс, что твоя Библия, красно-желто-зелено-малиновая, она говорит о том, что ты постоянно находишься в откровениях, это хорошо, но здесь по-особому, по-свежему, вот чувствуется то, что действительно небо приблизено, небо приблизилось к человеку, настолько это имело место несколько тысячелетий назад, и небо не уходило отсюда, просто небо не поднималось с земли, то есть небо приблизительно, приковано, внимание, небо приковано, оно приковано к Сиону, оно приковано к Иерусалиму, то есть зеница его ока, точно так, как и мы являемся с вами, зеница его ока, точно таким образом, зеница его ока, написано, является Иерусалим, Это место его покоя, это место обитания славы его, это то, о чем ты говорил. У нас будет сейчас молитва. Я приглашу всех служителей, пожалуйста, те, которые участвовали, пожалуйста, подойдите, мы встанем на ноги. День прекрасный, так скажу, что солнечный, теплый, и не жарко, и не холодно как раз в меру, оно и не греет, и не жарит, а оно как раз обогревает, окутывает, а еще плюс к этому всему слава Божья, а плюс к этому всему любовь Божия, а плюс к этому всему откровение Божие, а плюс к этому всему то, что атмосфера наполнена присутствием его, это дабл поршн, это двойное помазание, это двойное присутствие. И поэтому, друзья, у нас ничего не осталось, но осталось время для того, чтобы благословить вас, а вместе с вами благословить израильский народ, а вместе с вами присоединиться к многомиллионной армии небожителей, небожителей, которые сегодня, а это не просто наша религия, это не традиция, но мы переживаем, мы являемся очевидцами, мы свидетелями его явления, его присутствия, мы слышим его голос, и мы реально видим его дела. Если ты никогда не служил Богу, приди к нему сегодня, так оживленно, так искренно, так открыто, душевно, и так категорически сегодня говорили служители с этого места. Это был омвон славы его, и поэтому присоединись вместе с нами, начни служить Богу живому и истинному. То, о чем говорили служители, и женщины, и мужчины, и служительницы, и служители говорили, обращаясь к тебе в телеобъектив, приди к нему. Бог на твоей стороне, мы на твоей стороне, небо на твоей стороне, Слово его для твоей жизни. То есть все сегодня, я люблю говорить, все работает на тебя сегодня, и Дух Святой запечатлен на тебе сегодня во имя Иисуса Христа. Я попрошу совершить молитву. Я знаю, что мы полны молитвы, мы хотим благословить зрителей, мы хотим благословить Израиль. И так мы и пойдем с микрофоном, пастор Юрий, от тебя. Ты совершишь молитву за пастырей, за служителей, особая молитва. Затем, Ирина, вы совершите молитву за женщин, благословите матерей. Затем, Тома, ты соверши молитву за детей, за подростков, за юношей. Потом, Алекс, ты соверши молитву, которую Бог ложит тебе на сердце. А ты, Алекс, соверши молитву, знаешь о чем? Те из молодых людей твоего возраста, меньше, больше, те, которые ищут откровений, соверши молитву, чтобы Бог, пусть Бог действительно придет к ним ночью, придет к ним утром, чтобы Бог восполнил их жажду по откровениям. То есть соверши молитву, молитву прорыва во имя Иисуса Христа, чтобы Бог наполнял их жизнь, их служение откровениями славы, о славе Божьей, о его присутствии. Пастор Питер, ты соверши молитву за народ израильский. Да, пусть Бог даст тебе те молитвенные слова, духовные слова. И эти слова, они не просто будут бить по потолку, они будут достигать престола неба. Это основное. Александр Чернецкий, ты соверши молитву за героев веры. Благослови наших отцов, наших оставшихся еще, те, которые в живых, наших родителей. Пап, мам, благослови бабушек, дедушек. Благодаря им мы сегодня можем здесь находиться. Благодаря их вере, благодаря их выносливости, их мужеству, благодаря непоколебимой, искренней вере и благодаря тому, что они истину нам донесли и передали этому. Ну, Роман, а ты благослови, кого ты благословишь? Я хочу поблагодарить Бога за то, что Он позволил. Хочу поблагодарить Бога за то, что Он позволил быть вместе с командой «Импакта». Я хочу поблагодарить все передачи, которые обещаются на канале «Импакт», и особенно передачу тех служителей, которые здесь приходятся, и передачу «Шалом на Израиль». Здорово, здорово. Пожалуйста, друзья, соединяемся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня можем ходатайствовать о служителях Нового Завета. Однажды Ты посмотрел на этот народ, и Ты сказал, что они как овцы, не имеющие пастыря. Вот почему они ходят в скорби, в страданиях, в грехах и проклятиях. Господь, сегодня мы молимся, чтобы Ты поднял новую армию служителей Евангелия. Не буквы, потому что буква убивает, но духа, потому что дух животворит. И сегодня мы ходатайствуем о всех пасторах, служителях, всех тех, кто согласился стать ловцами человеков, отказавшись от своего призвания ловить рыбу или делать еще что-то в этой земной жизни. Боже, мы благословляем сегодня пастырей. Мы благословляем сегодня тех, кто несет служение израильскому народу, как служители здесь, на земле, и по всему миру, по всем городам и странам. Господь, мы благословляем служителей. Мы говорим, что у них все получится, потому что верующему возможно все, с духом Бога возможно все. И мы ободряем сегодня каждого из них, чтобы они продолжали нести Евангелие, потому что жатвы много, нивы пожелтели и готовы к жатве. И Господь вышли на жатву делателей. Об этом молился Иисус, об этом молились ученики. И сегодня мы молимся, чтобы с жатва последнего времени была собрана качественными пастырами и служителями Нового Завета. Благословляем всех, кто несет эту работу по всему лицу земли. Во имя Ишуа Хамашиаха. Халилюя. Я прошу тебя, Господь, молю и благодарю всемогущий Бог Израиля. Во имя Иисуса Христа, во имя Ишуа Хамашиах. Благослови всех божьих женщин по всему лицу земли. Господи, благодарю Тебя за тех женщин, которые на пути к познанию Бога. Пусть Иисус прикоснется к их сердцу. Пусть любовь Божия Духом Святым изольется в их сердца. Пусть сила Божия их наполнит. Благодарю Тебя, Господь, что Ты Бог, который можешь даже в тесноте давать простор. И я благодарю, что каждая женщина, которая приняла Иисуса Христа, или которая приняла уже Иисуса Христа, как личного Господа и Спасителя, в свою жизнь, в свое сердце, чтобы наше одно желание сердца было, это прославлять и искать Тебя. Искать прежде Царствия Божьего и правды Его, все остальное приложится. И как однажды Мария и в Слове Божьем написано, когда пришел Бог в ее жизни, когда Иисус прикоснулся к ее сердцу, когда дал Он это и спасение, она сказала такие прекрасные слова. Я разучилась жить без своего Господа. Поэтому я прошу и молю и благодарю женщины, что мы будем с Господом, просто верны Ему до последнего стука сердца. А наш Бог, Он верен обещавший, и Он всегда ищущих Его, Он воздает. И благодарю, что и мое сердце, и пусть ваше сердце, женщины, оно действительно всегда будет искать Господа всем сердцем, всей душой и всем разумением. И пусть восполнены будут ваши нужды в свое время по воле Божьей, по богатству небесному, в славе Иисусом Христом. То, о чем вы просите, пусть Господь исполнит желание вашего сердца. И пусть явится великая воля и слава Божья в вашей жизни. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь Иисус, в этот час перед величием Твоим, Господь, я хочу воспользоваться силой, которая была обетована мне в Слове Твоем. Господь, как мать, я прошу Тебя не только о своих детях. Господи, я хочу молиться о детях всего мира. Господи, я прошу благословения на каждого мальчика. Я хочу просить Тебя о каждой девочке во всех континентах земли, Господь. Во всех селах, во всех деревнях, в больших городах и маленьких. Господи, да коснется сила Твоя благодатью детей наших. Господь, не молюсь Тебя о детях, как о будущей церкви. Господь, я верю, что дети – это настоящие церкви. И я прошу Тебя, благослови. Я вижу детей наших сильными воинами в церкви Твоей. Господь, я смотрю мимо ошибок. Я смотрю мимо временных шалостей. В этих тинейджерах, Господь, или в детях, я вижу их сильными воинами. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждую сферу жизни детей наших. Я прошу Тебя, наполни их, Господь, успехами в учебе. Наполни их успехом в выборе профессии. Господь, я прошу Тебя, наполни их благодатью Твоею. Господь, надели их мудростью, надели их здоровьем. Надели их, Господь, надели их Духом Твоим святым. Да будут они проповедниками. Да будут они, не прошу Тебя, только о мальчиках. Но прошу Тебя, да бы Ты поднимал девочек, подними, Господь, подними, Девор, подними, Сар, подними, Господь, среди церкви Твоей. Ты видишь, как дьявол загнал женщин, как дьявол загнал и каким предоставляется будущее девушек. Но я прошу Тебя, мы видим это в другом свете, и мы благословляем, благословляем будущее мальчиков и девочек. Кровь Твоя святая, да будет шатром над детьми нашими, дабы они были сильными воинами в Царстве Твоем. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, что видим исполнение Твоих великих обетований, Господь. То, что Ты обещал, мы сегодня являемся свидетелями вот этого исполнения Твоих пророческих обещаний. Мы благодарим Тебя, и мы принимаем это все в нашу жизнь. Благодарим, что мы являемся служителями, скажем, последнего времени, Господь, и на нас великая ответственность, и мы принимаем вызов на себя, Господь, быть свидетелями, быть несущими Твою истину, распространяющими Твое Царство, наполняющими землю Твоими обетованиями, Господь, распространяющими их, Господь. Мы благодарим Тебя и благословляем эту страну, благословляем всех живущих в ней, благословляем Иерусалим миром Твоим, Твоим благословением, Господь. Пусть приходит праведность Твоя, наполняет эту землю, и всех людей, которые сегодня наполняют эту землю, благословляем миром все эти страны вокруг, Господь. Боже, Ты видишь, что происходит сегодня в мусульманских странах. Мы читаем о том, где используют христиан, где продают в рабство, Господь. Разрушаем все во имя Иисуса Христа, и приходит мир Твой, и наполняет, Господь, мир Твой, эту страну и все окружающие страны, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за Твою милость к нам, Боже, которую Ты обновляешь ежедневно и постоянно, Боже, над нашими головами. Достойны мы или недостойны, но Ты ее обновляешь, Боже. Мы благодарим Тебя за привилегию знать Тебя, Боже, таким, какой Ты есть на самом деле, Бог мой. Я благодарю Тебя за эту возможность искать Тебя, познавать Тебя, Бог мой. И я прошу Тебя за каждую ищущую и жаждущую Тебя душу, Боже, за каждую, Господи, прошу Тебя. Пусть Твоя рука, Боже, милостивая рука прикоснется к глазам, к ушам и к сердцу каждого человека, ищущего Тебя, хотящего знать Тебя, Боже. И да откроются уши наши, чтобы мы были способны видеть, слышать Тебя, Боже. Да откроются наши глаза, чтобы мы были способны видеть и понимать Тебя, Боже. Да откроются наши сердца во имя Иисуса от Твоего прикосновения, чтобы мы были способны, Господи, понимать Тебя, чувствовать Тебя, Боже. Иметь такие же самые переживания, какие и Ты переживаешь, смотря на этот мир и смотря на Тебя, Господи. Прошу Тебя, оживи нас, Господи, каждого ищущего, хотящего знать Тебя, Боже. Боже, вдохни в Него, Боже, Твое дыхание веры, Боже, Твой Дух благодати и оживи по Слову Твоему, Господи, ведь Слово Твое, оно оживляет. Так говорят многие обетования Слово, Слово, Боже. Прошу Тебя, просто благодатью Твоею оживи каждое сердце, Боже, до такой степени, чтобы из наших череп просто текли реки Твоей воды живой, Боже. Чтобы мир Божий, который бы изливался из наших сердец, Он наполнял наши семьи, наши дома, наши церкви в это последнее время, Боже. И даже если где-то будет война вокруг нас, Боже, но чтобы мир Твой, Он просто величественно покрывал нас благодати Твоей, Боже. Прошу Тебя, наполни Твоим присутствием и Твоим миром наши сердца, наши семьи, наши церкви, Боже, наши города. Во имя Иисуса, Боже, пусть Твоя благодать мощным образом изливается на каждого, ищущего Тебя, человека, в это последнее время, Боже. Чтобы это было не просто слова, но на самом деле свидетельство величественной славы Божьей, для которой абсолютно нет ничего невозможного, нет никаких расстояний, которые бы она не могла преодолеть, Боже. Коснись сердца каждого, хотящего знать Тебя, человека, и наполни его, Боже, Твоими простыми откровениями, которые так мощно просто двигают к Тебе и побуждают искать Тебя, побуждают бежать до Тебя, в каком бы состоянии человек ни находился, понимая, что от Тебя мое спасение, от Тебя мое очищение, от Тебя мое избавление, Ты освящающий нас. Господь Тебе слава, Тебе хвала за кровь Иисуса, за все, Боже, мы Тебя благодарим, поклоняемся Тебе. Аминь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, сегодня Ты и наш Бог. И именно сегодня здесь, будучи здесь, на Илеонской горе, мы хотим поклониться Тебе и прославить Тебя. Сегодня мы хотим особенно благословить Твой народ, избранный народ, который прошел испытания, переживания. Мы много видим и слышим, Господь, но это тот народ, который Ты избрал. Поэтому мы сегодня благословляем народ Божий, потому что Слово Твое говорит и обетования говорят. Если мы будем благословлять, то мы будем благословенны. Поэтому мы сегодня благословляем. Именно здесь, Господь, Твой народ, пускай слава Твоя, сила Твоя, откровение Твое и могущество Твое, и все планы, которые есть у Тебя на Твой народ, да, исполнятся в свое время. И мы верим, что это время придет, Господь. Мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем. И помоги нам, чтобы мы, как христиане, знали, как себя правильно вести в отношении Твоего народа. Дай нам, Господь, ценить эту милостью, потому что мы были некогда не народ, но ныне народ Божий. Мы приобщились, мы были не помилованы, но ныне помилованы. Благодаря Иисусу Христу мы оправданы. Мы братья и сестры во Христе. Господь, мы благодарим Тебя еще раз и еще раз. Благословляем Твой народ. Благословляем эту землю. Будь благословен и прославлен. Наш Бог Отец, Сын Дух Святой. Аминь. Господь и Бог мой, я сердечно благодарю Тебя в этот час за то, что Ты дал мне эту чудную возможность быть на этом месте, в этих местах, где Ты находился, наш Спаситель Иисус Христос. Слава Тебе! Мое сердце наполняет великой радостью от того, что я ощущаю, что Ты здесь ходил, Господь. Две тысячи лет назад ходили ноги Твои здесь, Господь. И именно с этой горы, с Зеленской горы, Ты пророчески предсказал, что ждет Твою церковь, Господь. И Ты своей жизнью и смертью, голговскими страданиями, Господи, показал, что ждет эту церковь. Ты умер и ушел. Но после Тебя пошли тысячи, миллионы последователей, которые заплатили самую высокую цену, это цену своей жизни. Они умерли, но они будут жить вовеки с Тобою, Господь. И где-то на этих местах был первый мученик Стефан. Твои ученики пошли по всему миру, по этим просторам этого региона, земного шара, и тоже умерли, Господь. Я благодарю Тебя, что их вере последовали тысячи других. И в бывшем Советском Союзе, откуда мы приехали, Господи, там также очень много было тех, которые за свою веру страдали, не считались ни с чем, но пошли в тюрьмы и в лагеря. Поэтому, Господь, я благословляю сегодня всех братьев и сестер, поколения наших отцов, которые уже многие ушли, но еще также и остались. Я благословляю братьев и сестер. Я благословляю всех, которые своей жизнью доказали верность Тебе, Господь. Они свою жизнь, Господи, положили для того, чтобы жить с Тобою во веки веков. Поэтому благословляю, мы благословляем всех героев веры, которые сегодня смотрят нас с этой Елеонской горы. Да прославится Твое святое имя. Аминь. Господь, мое сердце полно благодарности за эту уникальную возможность быть вместе с командой «Импакта» и со служителями, которые вещают на этом «Импакте». Господь, о Твоей благодати. Господь, благодарим Тебе за то, что мы, находясь на этой Елеонской горе, можем стоять на ней и ощущать славу Твою, ощущать Твое присутствие и приближаться к Твоей славе, славе Твоего второго пришествия, Господь. И наша молитва сегодня особая с горы Елеонской о служении телеканала «Импакт», о всех программах и особенно тех программах служителей, которые находятся сегодня здесь вместе с нами. Благослови, пастор Юрия Петровска, Господь. Благослови также и служение герою веры, Господь. Благослови и женское служение, Господь. Благослови также программу «Шалом на Израиль», которая вещает о Твоем народе, о благословении, которое Ты посылаешь для тех, кто благословляет этот народ. Господь, мы молимся о том, чтобы эта храмовая гора принадлежала истинным хозяевам народу израильскому, Господь. Наша молитва также о телезрителях телеканала «Импакт». Пошли им очи зрячие, чуткий слух, Господь, чтобы то, что несется с экрана телеканала «Импакт», чтобы оно падало, как доброе зерно, на хорошую почву и производило добрый плод. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь. Друзья, сейчас мы общие соединимся о партнерах. Мы будем в соединении молитвенно о вас, о ваших нуждах, о ваших переживаниях, о ваших семьях. Те из вас, которые присылали фотографии, присылали письма, присылали записки, молитвенные просьбы. Мы приходим к Богу Отца, к престолу Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Поэтому, друзья, мы соединимся. Стойте в вере прямо сейчас. Молитвенники и молитвенницы, те, которые тысячами сегодня коленопреклоненно находитесь у ваших телеэкранов, соединитесь. Это будет молитва прорывы, молитва победы, молитва веры. Это будет молитва силы во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Скала веков и тысячелетий. Непоколебим верности Твоей. Непобедим могуществом Твоим. Премудр сердцем Твоим. Велик в слове Твоем. Чуден в делах Твоих. О, могуществен славою Твоею. С этого места звучит Твой голос. Ты соблаговолил дать Твой голос. И сегодня это голос Церкви. А также вторым голосом на земле является голос служения импакт. И пусть звучит этот голос до края земли во имя Господа Иисуса Христа. И этот голос говорит громогласно. Он провозглашает о силе Твоей. Он провозглашает о славе Твоей. Он говорит о делах Твоих. Он поднимает Тебя, Господь, на пьедестал славы, величия, могущества. Ты Бог Богов, ты превыше всех. Господь всех господствующих и царь всех царствующих. Велико имя Твое на этом месте. Велико имя Твое в наших сердцах. Велико имя Твое в Церкви Твоей. Велико имя Твое в народе израильском. Велико имя Твое на этой святой земле. Великое имя Твое на Елеонской горе, великое имя Твое на горе Сион, великое имя Твое на Храмовой горе, великое имя Твое и нет подобного Тебе ни на небе, ни под землей, ни под небесами, ни в небесах нет подобного Тебе. Слава Тебе, Господь! Благословляем Твой народ! Особая молитва благословения партнеров, сотрудников, сослужителей, соработников, участников, соучастников служения импакт. Благословляем именем Твоим, Господи! Те, которые проходят долиной, подними на высоты! Те, которые в долине плача, возведи на гору радости! Сегодня вечером или утром или днем, Господи! Те, которые в уничижении, восстав! Те, которые в падении, подними! Восстанови, Господь! Возроди! Те, которые в унынии, пусть воскликнут сегодня глазом радости, потому что Бог упование наше! Ты твердыня наша! Ты защита наша! Бог наш, щит наш! Что сделает мне человек? Поэтому благословляем! Благословляем тех, которые находятся в финансовых недостатках! В недостатках Твоим восполнением неба! Благословением Твоим небесными кладовыми! Пусть откроются небесные окна! Пусть откроются небесные двери! Да и зальются до избытка! Пусть наполнятся житницы! Пусть будут преисполнены кладовые во имя Иисуса! Да не будет ни потерь! Да не будет преждевременных смертей! Во имя Иисуса Христа! Господи! Да не будет катастроф в семьях! Да не будет разделений и разводов! Мы говорим мир домам! Мы говорим восполнение! Мы говорим полное обеспечение! Мы говорим умножение финансов! Во имя Иисуса Христа! Мы запрещаем всякому поражающему духу владеть, контролировать во имя Иисуса! Но дух радости! Дух победы в семье! Дух умножения финансов! Да придет во имя Иисуса Христа! Благословляем! От малого до великого благословляем! Отцов, матерей благословляем! Тракистов благословляем! Да будет ограда неба! Ангелы защиты на каждом доме во имя Иисуса! Ангелы брони на каждом доме во имя Иисуса! Ограда неба! Амбрелла неба! Мы посылаем слово благословения! Мы говорим пророческое слово! Мир тебе! Победа принадлежит тебе! Сила принадлежит тебе! Откровение для тебя! Слово Божие для тебя! Дух Святой в тебе! Во имя Иисуса Христа! Не умаляй того, кем ты есть в Боге и кто Бог есть в тебе! Но будь твердый! Будь непоколебимый даже до явления славы Его на этой земле! Поэтому во имя Иисуса мы приходим и благодарим тебя! Благодарим тебя, Господь! Итак, друзья, мы полны молитв! Мы полны, наполнены благодатью Божией! Помазание Духа Святого на нас! И этот эфир, и эта телекамера, она не преграда для того, чтобы эта слава явилась сегодня в твоем служении! Там, в твоей комнате, в твоей кухне, там, где ты есть! Там, в твоей судьбе явилась эта слава Божия! Поэтому прими эту молитву! Прими эти откровения! Прими эти наставления! И стой в этом! Говори о том, что Иисус Христос Господь в славу Отца! Провозглашай о том, что Он Царь Царей! Говори о том, что необходимо, важно, ну, просто архиважно благословлять израильский народ! Говорите об этом в ваших церквах! Молиться за обитованную землю! Молиться, как говорил Роман, это специальный месяц, ноябрь, это месяц молитв за храмовую гору! Поэтому присоединяйтесь к этому, и Бог мира да пребудет с вами и вас! И это была специальная молитва, специальный репортаж, специальная наша встреча с вами из территории Елеонской горы! Мы говорим вашим территориям, будьте благословенны! Будьте благословены! Во имя Иисуса Христа! Редактор субтитров А.Семкин